Приветствую снова на своем канале, мои дорогие друзья, и как вы видите, у меня новая атмосфера. Немножечко я решил разбавить. Если она вам нравится, с вас поддержка, конечно же, лайком и комментарием. Если вы хотите дальше видеть видео в такой атмосфере про воздержание, про какие-то другие тематики. В сегодняшнем видео с этим качественным звуком от микрофона я, конечно же, буду говорить про навязчивые мысли, которые тебе не принадлежат. Просто вдумайся на секундочку. Если эта мысль вызывает у тебя неприятные эмоции, значит она по-любому не твоя. Просто она каждый раз к тебе приходит, потому что у нашего мозга есть только кнопка газа. То есть мы можем только думать, мы не можем остановить мышление. Те, кто останавливают мышление, считаются просветленными, потому что они вышли за грань перерождения, за грань всего вот этого вот мироздания. То есть они уже на ступеньку выше. Но те, кто думают, те же, кто живут в материальном мире, у них проблема такая вот с мышлением, что они не знают. Они думают, что мысль им принадлежит. Какая-то пошлая, либо навязчивая, оскорбительная. Почему люди не идут в церковь? Чувак, я в комментариях читал, не ходит в церковь, потому что у него оскорбительные слова идут на Бога, на святых. И он типа не может из-за этого нормально в церкви просто находиться, да? Либо в каких-то других святых местах. Это говорит о том, что у человека обсессивно-компульсивное расстройство с научной точки зрения. С божественной, с духовной точки зрения, точнее говоря, это считаются мысли от дьявола, от беса, от лукавого. То есть те мысли, которые тебя сбивают с пути. В мусульманстве, допустим, это считается наущением шайтана, вас-васа. Когда вот какие-то навязчивые и хульные помыслы к тебе приходят, и твое сердце испытывает волнение. Это означает, что это тебе не принадлежит. В христианстве это хульные помыслы, а в психологии это обсессивно-компульсивное расстройство. Когда вот у тебя бывает такая вот проблема, что ты думаешь, векарный театр, опять эта мысль пришла. Я не хочу никого про себя оскорблять, я не хочу думать какие-то пошлые мысли. Я не хочу ничего это прокручивать, но оно прокручивается, потому что ты акцентируешь свое внимание на этом. Надо просто смириться, вот принять, что у тебя есть сейчас эта проблема, окей, отвернуться от нее, и тогда она исчезнет. Просто дай своему духу всю работу сделать за себя. Просто прими, что у тебя есть эта проблема, окей, у меня там похоть, у меня там вожделение, есть какая-то вот такая неприязнь. Пойми, что это не ты ее сгенерировал, потому что ты являешься приемником мыслей, а не их генератором. Потому что если бы ты был бы генератором, то ты бы не смог, у тебя бы мозг бы взорвался. Ты просто ловишь как сигнал, если у тебя низкие вибрации, ты ловишь те же самые пошлые, либо какие-то неприятные низковибрационные мысли. Если у тебя вибрации завышены, да, как их завышать? Правильное питание, конечно же, правильное мышление, потому что мышление и мысли это разные вещи. Вот ты, допустим, ты естественный, ты чистый, ты не хочешь делать какие-то плохие, неприятные вещи. У тебя с этим проблем быть не должно, потому что ты знаешь, извиняюсь, ты знаешь, что вот у тебя вот чистые какие-то намерения есть. А мысли это просто как облака, то есть ты это небо, и небо это как бы само мышление, вот идет вот эта вот дорога, прямая тропа. Есть мысли, мысли это облака в этом небе, которые вот просто протекают как бы и тебя иногда беспокоят. И чтобы они тебя не беспокоили, чтобы твой ум был источник твоей радости, чтобы ты чувствовал себя в блаженном, в опьяненном состоянии, тебе необходимо обратиться внутрь себя. Начать генерировать чувство любви и быть в гармонии со всем, что тебя окружает. И тогда у тебя проблем никаких не будет. Это банальный совет, наверное, да, вы скажете, Амит, немножечко что-нибудь более дельное нам скажешь, как избавиться. Меня вот мучают эти навязчивые мысли, а ты мне про любовь тут лечишь. Так любовь это не та любовь, которая вы думаете. Это не любовь между мужчиной и женщиной. Любовь это та энергия, которую ты генерируешь изнутри себя, которая делает тебя самим собой, естественным, которая притягивает других людей, которая притягивает просто вот атмосферу определенную, она создает. Как-то так, мои дорогие друзья. Если вам это видео было приятным и я смог как-то разбавить атмосферу с вас, конечно же, как я уже и сказал, лайк и комментарий на тему следующего видео, чтобы я творил и создавал для своей любимой аудитории. Всем удачи и до новых встреч. Приветствую снова на своем канале, мои дорогие друзья. И как вы видите, у меня...